Собственно говоря, все ведь работают на Node.js, все инструменты. И под винду их поставить можно. Другой вопрос, что где-то есть какие-то неровности, допустим, с путями и так далее. Их чинят периодически. Это можно репортить, будем чинить быстрее, шустрее. Но в целом все инструменты, они работают. Ну и еще раз всем привет. Привет, меня зовут Владимир Гирнянко. Я как раз про инструменты рассказывать вам и буду. Я из симферопольского офиса, так же как и Виталий. И в основном занимаюсь поддержкой внешних пользователей. Как раз тех, кто хочет разобраться с B-методологией и инструментами. И мы считаем, что странно делать работу за роботов. То есть некоторые разработчики вручную занимаются оптимизацией кода для браузеров. Мы же считаем, что наоборот, работать должны роботы. А мы будем писать код наиболее понятно, так, чтобы его было удобно читать, легко понимать, рефакторить. А уже оптимизацией как раз роботы и займутся. И мы написали достаточно много инструментов. Я не успею сегодня рассказать обо всех. Расскажу лишь об оптимизаторах CSS и SVG, нескольких системах сборки. А бонус-треком расскажу о библиотеке, которая вам поможет написать свой собственный инструмент на JavaScript достаточно легко. Все наши инструменты мы выкладываем на GitHub. Они все открыты. Мы прислушиваемся к вишью, если вы их вдруг репортите. Мы принимаем пол-реквеста. Вы всегда можете присоединиться к разработке, к обсуждению, внести какие-то улучшения. Мы в Яндексе очень любим JavaScript. Все разработчики его знают, умеют. И мы стараемся построить всю разработку именно вокруг JavaScript и, соответственно, инструменты на Node.js. Так же, как и серверную разработку сейчас. И перед тем, как начать что-то разрабатывать, мы, естественно, внимательно изучаем, что есть на рынке. И начинаем разработку только в том случае, если действительно видим, что наш инструмент получится полностью уникальным, либо, как минимум, будет выполнять свою функцию лучше всех существующих. Ну и, как я уже говорил, я не успею рассказать обо всех инструментах, поэтому полный список вы сможете найти на сайте BEM.info в разделе Tools. И первый инструмент — CSS-О, CSS-оптимизатор. Я думаю, что каждый из вас знает, зачем нужно оптимизировать CSS, и наверняка пользуется какими-то инструментами для этого. И вы можете спросить, почему это вдруг я сказал, что мы разрабатываем только уникальное, а тут раз и изобрели снова CSS-Оптимизатор. Но на самом деле CSS-О — это единственный оптимизатор, который по-настоящему понимает, что же там в стилях написано. Он понимает, что вот если у нас заданы какие-то отступы, то их, например, можно объединить в одну короткую декларацию. Кроме того, он знает всякие такие штуки, как там 700 короче, чем болт, понимает, когда мнемоническая запись короче, либо наоборот длиннее, чем 16-ричная и так далее. Еще он делает целую кучу разных оптимизаций, но самая крутая фича — это то, что он знает, как можно перегруппировать селекторы таким образом, чтобы результирующий код был самым коротким из всех возможных. Это достигается за счет того, что в основе CSS-О лежит IST парсер CSS, написанный по PEG Gonzales. Он также открыт, находится на GitHub. Для тех, кто там хочет совсем углубиться, можно и туда посмотреть тоже. Ну и подробная документация про все это также представлена на BAMinfo. Там целая куча еще разных примеров и того, что он умеет. Кроме того, его можно использовать не только из командной строки, но у него есть и JavaScript API, то есть вы можете его встраивать в какие-то свои инструменты. И на сегодня уже достаточно много разных систем его используют у себя внутри неявно. SVGO. Ну, как вы могли догадаться, это оптимизатор SVG. И, возможно, не все из вас знают, что вообще есть смысл что-то делать с SVG. Но если посмотреть внимательнее, видно, что графические редакторы оставляют целую кучу мусора, всякие комментарии, кучу совершенно бесполезных для рендеринга вещей. И кроме размера, который, опять же, там можно сказать, вот есть gazip, после него разница вообще незаметна. Но после SVG, если сравнивать gazip файла, сохраненного, скажем, в Adobe Illustrator и файла, прогнанного через SVG и снова сложенного в gazip, то где-то в два раза будет по размеру. Но кроме размера, есть еще такие профиты, как ускорение парсинга и рендеринга этого файла в браузере уже. Ну и давайте посмотрим, собственно, что же умеет SVG на данный момент. Понятно, что он может оторвать шапку про XML, он вырезает комментарии, это очевидно более-менее, выбрасывает доктайп, может выкинуть какие-то параметры по умолчанию, которые и так и так неявно присутствовать будут, выкинет те параметры, которые в принципе не влияют на отображение файла, удаляет размерности, лишние какие-то теги, которые никак так же не влияют на отображение. Ну и вот видно, что большая часть того, что сохранил нам иллюстратор, исчезла. Ну а кто-то из вас знает, что здесь еще можно сократить? Верно. Ну то есть SVG после того, как его прогоняют через SVG, как бы говорит нам, ломай меню полностью. На данный момент SVG делает где-то 25 оптимизаций, но автор знает, как его продолжать улучшать, там есть еще целая куча идей. Ну и собственно, как и большинство наших инструментов, он имеет очень гибкую модульную архитектуру, то есть каждая оптимизация это отдельный плагин, и вы можете для себя решить, что вы хотите делать с SVG, воспользоваться API, SVGO и делать какие-то свои преобразования, оптимизации и так далее. Борщик. Подробно про борщик будет у Алексея Андросова. Я буквально скажу два слова. Ну борщик это потому, что такой сборщик. Это умный такой текстовый процессор, который в нашем случае, например, может собирать CSS или JS файлы, раскрывая инклюды, но сохраняя относительные ссылки. Ну то есть вот такой пример. Допустим, у нас есть два блока с относительными ссылками к картинкам. И мы хотим собрать их в один с помощью инклюдов, так чтобы забирать их одним HTTP request. И выполнив простую команду, мы получаем раскрытые инклюды, при этом видно, что все относительные пути сохранились. Ну и борщик, он у нас… Да, конечно. Борщик, он умеет еще много разной магии, там фриз и так далее. Это все Леша подробно расскажет. И он также очень модульный, то есть вы можете там фактически любой текстовый файл с его помощью как-то по своим нуждам преобразовывать, в том числе там PHP, не знаю, что угодно. Ну и также на GitHub. Сеточка. Представьте себе ситуацию. Вы пишете, разрабатываете большой проект, и в какой-то момент понимаете, что у вас накопилась целая куча каких-то хаков для ИЕ. И понятно, что жалко нормальные браузеры, зачем им эти хаки. Вы можете легко их вынести в отдельный файл и подключать с помощью conditional comments. Но, допустим, опять же, в этих файлах не понадобятся стили с вендорными префиксами, и наоборот. Все хаки не понадобятся в ваших основных стилях, а руками все это сидеть, разбирать как-то, ну тоже. Тут как раз вот сеточка и поможет. Это вся адская пачка, не надо читать, это то, что там генерирует какая-нибудь Colorzilla, это просто обычный кросс-браузерный градиент. И вот для ИЕ всего лишь нам нужно две строчки. А если вы вдруг еще и можете определять юзер-агента на сервере, и хотите каждому браузеру вообще отдавать только те стили, которые ему нужны, то, скажем, для оперы было бы какие-то чуть-чуть другие две строчки. То есть вы берете сеточку, настраиваете ее конфиг так, чтобы она разносила стили из вашего основного файла с CSS-ом вашего проекта по файлам, которые вы будете отдавать каждому браузеру конкретно. Ну то есть, грубо говоря, сеточка делает так, чтобы что-то лишнее не попало в борщик. Можно еще придумать множество разных способов, как применить сеточку. Ну, например, вы хотите, чтобы ваш сайт загружался моментально, и тогда можно отфильтровать стили про геометрию, скажем, видеть отступы какие-то, и положить их в самый верх файла. А стили про подключение бэкграундов, каких-то картинок, тяжелых градиентов унести в самый низ. Опять же, все это можно автоматизировать, написав один раз конфиг к сеточке. И теперь про BAM Tools. Виталий рассказал как-то в целом о том, что такое BAM методология. И вот для того, чтобы упростить себе работу с ней, написано целая куча инструментов. Это такой большой комбайн, который позволяет создавать сущности, блоки, элементы, модификаторы. Позволяет потом из них собрать финальный рантайм, работать с декларациями. Я про них тоже чуть расскажу, и дальше будет еще Сергей рассказывать. И поднять над этим всем разработческий сервер. Ну, первый пример про создание сущностей. Вы можете сказать, что мне нужен такой-то блок, и я в нем буду создавать какие-то стили и писать какой-то JavaScript. Эта команда не только создаст папку и в ней эти файлы, но и сразу положит туда какие-то заготовки, которые вы можете легко кастомизировать. Опять же, вы можете задать какие-то технологии блоков по умолчанию. Если вы в каждом блоке хотите создавать CSS-файл, файл со стилями для интернет-эксплорера, JavaScript, шаблон, что-то еще, вы можете сказать, что когда я пишу create-блок, имя-блок, а создай сразу все их с заготовками. Чтобы двигаться дальше, нам нужно чуть-чуть разобраться с тем, как работают уровни переопределения. Опять же, в общих чертах Виталий про них рассказал, но давайте посмотрим на примере, как это все происходит. Допустим, у нас есть какая-то библиотека, в которой хранится блок, в нем заданы размеры шрифта и, скажем, фон. А у нас на проекте мы хотим для этого самого блока размер шрифта заменить, добавить какую-то рамку, а фон оставить, как он был в библиотеке. Понятно, что этого достаточно просто добиться, если мы просто в правильной последовательности подключим эти два CSS. Сначала из библиотеки, потом из проекта. Проектные стили соединятся с библиотечными. Те стили, которые мы хотим перекрыть, они естественным образом перекроются. Опять же, тут чуть забегая вперед, про это будет у Сергея подробно. Все то же самое в действительности может работать с JavaScript, если его правильно писать, и даже с шаблонами. То есть, есть возможность положить какую-то разметку в шаблонизаторе, рассказать, что мы хотим получать на выходе в HTML, а потом на уровне проекта точечно переопределить что-то конкретно, заинжекиться в любую точку. Ну, на CSS это все как-то понятнее, поэтому про него я продолжу. Понятно, опять же, что вот когда у нас есть всего один блок, одна библиотека и один уровень на проекте, мы написали два импорта, все сработало. Но представьте себе большой проект, на котором может быть несколько сотен блоков, когда может быть десяток библиотек, такое случается у нас правда. И следить за этим всем вручную будет очень сложно в какой-то момент. Чтобы все это автоматизировать, необходимо использовать декларацию. Мы ее называем bamdecal, и она имеет примерно какой-то такой формат. То есть достаточно просто в массиве перечислить все блоки, которые у нас появятся на проекте. И дальше мы запускаем команду bammake. В результате ее у нас полностью собирается весь финальный рантайм, готовая страница, все стили, весь джаваскрипт, все шаблоны, все готово, чтобы, собственно говоря, работало. Ну и давайте разберемся, что же там внутри происходит за кадром, когда мы вызвали bammake. Во-первых, он строит граф сборки, понимает, какие технологии от каких зависят, и начинает их последовательно собирать, вызывая внутри себя bambuild. После того, как собраны CSS в виде импортов со всех уровней, всех блоков, нам нужно эти импорты раскрыть тем самым борщиком, про который я уже рассказал. Дальше, если у нас это девелоперское окружение, то мы можем прямо так и отдать это с импортами в браузер. Если же мы собираем для продакшена, то нужно для CSS вызвать еще CSSO, чтобы сминимизировать стили, и Aglify.js, допустим, чтобы минимизировать джаваскрипт. Там на самом деле может происходить во время bammake еще целая куча разных действий. Например, bammake может знать, от каких библиотек внешних зависит сборка нашего проекта, пойти на GitHub, чекаутить их, может установить для них npm зависимости. В общем, скомпилировать шаблоны, любая деятельность по сборке вашего проекта может быть выражена как какая-то нода в графе сборки. И чтобы каждый раз при разработке не нужно было переключаться в консоль и заново вызывать bammake после каждого изменения, достаточно запустить bamсервер один раз и просто рефрешить страницу. При запросе от браузера bamсервер заново выполняет bammake в фоне, и вы просто разрабатываетесь, как обычно и как привыкли. Чтобы пойти дальше, вот я уже сказал, что у нас есть декларации, и bamtools позволяют с этими декларациями делать еще всякую магию и математику. В частности, мы можем несколько деклараций объединить в одну, то есть у нас есть несколько страниц, мы на них задекларировали, что на странице А есть блок 1, блок 2, блок 3, на странице Б есть блок 3, блок 4, блок 5. И мы хотим собрать скрипты и стили не каждой страницы в отдельности, а всех страниц вместе. Тогда мы можем эти декларации объединить с помощью bamdecl-merge. Можем найти их пересечение. Ну то есть опять же, мы можем решить такую задачу, что хотим собрать в один общий файл стили, которые используются на всех страницах одновременно, а те стили, которые нужны на каждой конкретной странице, собрать отдельно. Ну и опять же, тут может помочь bamdecl-substract. Про все это очень подробно есть на bam.info. Там, наверное, это самый большой на сегодня раздел на сайте. Если вы всем этим инструментом, если ваш проект требует чего-то еще, кроме того, что я уже рассказал, и того, что есть на сайте, вы можете написать свои собственные инструменты на Яваскрипте и для этого воспользоваться библиотекой Коа. В отличие от всех аналогов, которые присутствуют на рынке, она в своей архитектуре имеет настоящую честную полностью асинхронность для всего. Она генерирует цветной help, а не как обычно, вот этот унылый. Ее можно использовать в качестве какого-то… Ну, то есть, когда вы описали свою программу, она будет не только консольной, но вы можете также вызывать ее откуда-то с помощью javascript-ового IP, если используете получившуюся программу как Node.js-модуль. Она генерирует автокомплит для разных shell, валидирует результаты, позволяет создавать подкоманды, причем количество вложенности этих подкоманд совершенно не ограничено. Можно написать инструмент, подобный, скажем, команде git, когда вы можете сказать git, и вызвать следующую команду, ей передать параметры, ну и так далее. Она умеет строить шорткаты, умеет принимать очень хитрые, сложные опции, типа array и так далее. То есть, целая куча всего. И для быстрого старта я рекомендую воспользоваться заготовкой, которая называется tpl.cl и также хостится на гитхабе. Она, кроме, собственно говоря, коа, содержит в себе заготовку по тесту, код каверич отчет, интеграцию с Travis, ну и какую-то там заготовку для документации. Чтобы ее себе получить, достаточно поставить инструмент VOLA и выполнить команду VOLA create, имя вашего инструмента и путь к заготовке. Соответственно, в результате заготовка появится у вас в вашей папке. В данном случае это будет myTool. Ну и небольшой пример того, как может выглядеть ваша программа. Здесь мы говорим, как она будет называться, создаем команду version, вызываем шорткат, который делает программу автоматически, создает в ней help. Ну и, собственно говоря, здесь все. Все опять же на гитхабе. Приходите, смотрите. Ну и подводя итоги. Мы рассмотрели оптимизатор CSS и SVG. Борщик-сборщик, сеточку, комбайн для работы с проектами в BEM-терминах и коа для создания собственных инструментов. Все остальные наши инструменты вы можете найти на BEM-инфо в разделе Tools. И здесь на слайде я собрал несколько ссылок на презентации, которые подробно останавливаются отдельно на каждом инструменте. По первой ссылке это доклад Кира Белевича. Он автор SVG, и там он полностью рассказывает о всех возможностях, которые там есть. Вторая ссылка про BEM-tools от Владимира Алаева. И третья – это BEM-практика. Мы проводим школу разработки интерфейсов внутри, и вот видео оттуда, там Владимир Варанкин рассказывает о том, как использовать BEM-tools. Собственно, все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир, Дмитрий, меня зовут. Вы говорили про SVG, и Виталий перед вами пошутил про E6. Это такой более общий вопрос. Тут некоторым не до шуток. В общем-то. Скажите, в Яндексе есть какая-то глобальная такая политика поддержки браузеров? Условно говоря, мы поддерживаем такие-то до такой-то версии, а все, что раньше, пусть горит в аду. Спасибо. Да, такая политика есть, и на самом деле все очень с ней просто. Мы собираем подробную статистику о том, кто к нам заходит, из каких браузеров, и просто когда пересекается определенный порог, мы говорим, что в этом браузере теперь наконец-то можно допускать какие-то отклонения от макетов, называем это слабая совместимость, а после какого-то порога считаем, что для нас больше этого браузера не существует, и он выпадает из поддержки. Ну там что-то типа 2% это слабая совместимость, и меньше полупроцента это не поддерживается вообще. Ну и E6 мы все еще поддерживаем. У меня такой вопрос. Некоторые считают, что очень важно для веба, чтобы даже тот source code, который попадает к клиенту, был читаемым. И все эти аглификаторы и оптимизаторы этому мешают. Какое ваше мнение? Они этому мешают, а зачем? Ну то есть… Ну я имею в виду, что девелоперы считают, что это плохо, что это идет в этом направлении. Хорошо, а когда вы компилируете программу на C++, и она совершенно не считаемая, потом попадает… Это очень плохо. Микрофон, да, включи. Отлично. Когда появился Rails, только начально было видео популярное, как сделать блок на Rails за 10 минут. Если у вас… Ну, scaffolding там они объясняли. Если у вас идея, у вас видео было, как сделать тему для WordPress на BEM, но там не получалось… Там за полчаса и не успели, да. Да, да. Поэтому есть ли идея сделать, там, не знаю, хотя бы стартовую страничку Яндекса или какую-нибудь другую стартовую страничку за 10 минут на BEM? Ну, мы чуть-чуть читерили, мы сделали заготовку, выложили ее на GitHub, и теперь можно сказать GitHub clone URL, BEM make, и получить собранную страничку вообще за 5 секунд. Но вопрос в том, что сейчас пока у нас есть выложенная только та часть, которая про статику. И мы уже внутри работаем с тем, чтобы у нас появились серверные библиотеки, они также будут на Node.js, на JavaScript. И тогда у нас соберется полный стэк, мы сможем показать, как собрать блок за 5 минут. Еще вопрос про media queries. Или, не знаю, как по-русски, респонсивный веб-дизайн. Может быть, также адаптивный, да, по-русски. Это две разные вещи. Но идея не в этом. Как в зависимости от экрана BEM-блоки умеют? Или это уровень переопределения, когда это другой класс создается? Или все-таки можно, когда ты описываешь блок и элементы внутри, уже в CSS описывать поведение его при каком-то, при каком-то ручении экрана? Конечно. Мы можем прямо в блоке сказать, что по дефолту он выглядит так, при такой-то ширине иначе. Здравствуйте. А можете объяснить такую вашу безграничную любовь именно к JavaScript? Спасибо. Ну, мы тупые CSS-верстальщики, ничего другого не знаем, например. Ну, а еще удобно то, что все разработчики говорят на одном языке, и зачем, ну, как бы вы не хотели работать с браузером, он ничего, кроме JavaScript, как CSS-верстальщики, не умеет. И, грубо говоря, если вам так или иначе придется с ним столкнуться, то зачем вам на сервере собрать что-то на одном языке, инструменты на другом языке, а в браузере продолжить писать на JavaScript, если вы можете все делать на JavaScript, унификация и так далее. Опять же, когда у вас одни и те же сущности, выполняющие серверный реквест с клиента, и на сервере будут называться одинаково, иметь абсолютно те же параметры, принимая самый вход и так далее. Это просто удобно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова